Здравствуйте друзья! Продолжу знакомить вас с продукцией от известного украинского производителя DS Electronics. И в этом видео у меня будет сразу два устройства. Термостаты для управления инфракрасными обогревателями и конвекторами, Тернео SRZ и Тернео RZX. Я решил объединить их в одном обзоре, так как эти гаджеты имеют похожую конструкцию, назначение, логику работы и одинаковую мощность нагрузки. Но, один из них предназначен для полностью автономной работы, а второй имеет возможность управления по Wi-Fi. Подробнее далее в обзоре. А пока проверьте, не забыли ли вы подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Также буду благодарен за ваши вопросы и комментарии. Поставляются термостаты уже знакомых по предыдущему обзору, кто не видел ссылку я оставлю в описании, оранжевых коробках с фотографиями и названиями моделей устройств. В комплекте, кроме самих термостатов, идет вся необходимая документация, инструкция, технические паспорта, гарантийные талоны. Тернео SRZ это автономный термостат с ручными настройками. Рассчитан он на максимальную нагрузку в 3000 ватт и ток не более 16 ампер. Диапазон для установки целевой температуры от 0 до 30 градусов, гистерезис 1 градус Цельсия, при необходимости его можно изменить через сервисное меню. Тернео RZX имеет более гибкие настройки и возможность управления по Wi-Fi. Мощность такая же до 3000 ватт. Диапазон температур относительно SRZ сдвинут на 5 градусов вверх. Гистерезис настраиваемый от половины до 10 градусов Цельсия. Хотя в большинстве случаев при тестировании устройств мне инструкции особо не нужны, тут без нее обойтись сложно. В ней содержится описание значений всех пунктов меню, которые позволят настроить термостат под свои потребности. То же касается и версии с Wi-Fi. В электронном виде инструкции можно загрузить с сайта производителя, ссылки я оставлю в описании. Как я уже упомянул, оба термостата имеют схожую конструкцию. Они представляют собой переходники между розетками бытовой электросети и нагрузками, в данном случае нагревательными приборами. Управление осуществляется путем подачи питания в зависимости от температуры воздуха. Рассчитаны гаджеты на установку в стандартной розетке формата шука, с толстыми вилками на 16 А заземлением. Еще одной отличительной особенностью является наличие сенсоров температур, которые находятся на некотором расстоянии от корпуса термостата. При помощи них измеряется температура воздуха, по которой и строится логика работы устройств. Теперь рассмотрим устройство по отдельности и начнем с более простого Тернео SRZ. Его корпус состоит из двух половинок соединенных между собой защелками. Если разборка не приводит к необратимым деструктивным последствиям, то я обычно ее провожу. Реле, которое осуществляет коммутацию питания на нагрузке, по параметрам не противоречит заявленным 16 А 250 В. Передняя панель очень напоминает рассмотренный ранее термостат для теплых полов Тернео 6. Такие же сенсорные кнопки и индикатор скрытый полупрозрачным корпусом. Все показания нормально видны и при этом не мешают и не бросаются в глаза. На экране отображается текущая температура. Клавиши плюс и минус меняют целевую температуру. Если целевая температура выше текущей, термостат подает питание на нагрузку. Ее роль в тесте выполняет лампочка в реальной жизнеобогреватель. Индикатор активности. Для демонстрации логики работы нагрею датчик температуры. Еще один момент, который я определил экспериментально. Тут есть минимальный интервал между включениями и выключениями нагрузки. Чаще, чем раз в минуту, реле по моим наблюдениям не срабатывает. Но при реальном использовании, за минуту комната не прогревается и не остывает. Текущая температура достигла целевой, но минута с момента включения еще не прошла. А вот теперь реле сработало по верхнему пределу и отключилось. Обратная логика, учитывая два параметра. Гестерезис, который по умолчанию составляет 1 градус и минимальный интервал переключения 1 минута. Когда температура падает на 1 градус меньше от целевой и от момента выключения прошло не менее минуты, реле подает питание на нагрузку. Центральная клавиша используется для переключений пункта в меню. Давайте рассмотрим их подробнее. Первый пункт. Время работы обогревателя. Бегущая строка в формате часы-минуты. Сейчас показывает 5 минут. Клавиша минус сбрасывает значение. Установка таймера отсрочки включения термостата. Он изменяется в пределах от полчаса до 90 часов. Шаг изменения полчаса до значения в 10 часов. Более 10 часов с шагом в 1 час. Для запуска таймера 3 секунды нужно удерживать кнопку меню. Теперь индикатор отображает время до его завершения. Отключить таймер таким же способом. Термостат имеет два режима работы. По умолчанию нагрев, в котором отключение питания по верхнему пределу температуры. Есть режим охлаждения, где нужно устанавливать нижний предел. Еще одна полезная функция корректировка температуры. Позволяет дать поправку к показаниям термодатчика плюс-минус 5 градусов Цельсия. Еще одна опция отвечает за нормальный статус реле. По умолчанию контакты разомкнуты. Но можно включить и режим нормально замкнутых контактов. Яркость подсветки индикатора имеет 9 градаций. Для съемки я поставил максимум, но для использования вполне хватит 5-6. Для полного сброса в заводские, нужно нажать все три кнопки и держать до появления надписи DEF. Теперь пришел черед второго героя обзора Тернео RZX. Его корпус соединен саморезами, но полностью я его не раскрывал, хотел просто посмотреть реле. Тут используется такое же 250 вольт 16 ампер. Для полной разборки пришлось бы снимать и платы управления, мне это было не нужно. Все что я хотел увидеть, увидел и так. У этого термостата индикатор не прикрыт корпусом и поэтому значительно более яркий и четкий. А также физические кнопки. Лучше это или хуже, я не скажу, кому как нравится. Базовая логика работает сразу после включения в розетку. Если целевая температура выше текущей, включается питание. Кстати, тут обязательной задержки между включением и выключением питания я не заметил. По достижению целевой температуры реле выключается. Переключение между опциями меню, также осуществляется центральной кнопкой. Покажу только некоторые, так как большинство настроек через приложение. Вот настройка мощности нагрузки в киловаттах. Сенсора энергомониторинга тут нет, поэтому настраивается вручную. Режим работы Wi-Fi. Их три. Точка доступа, он стоит по умолчанию. Клиент и отключить Wi-Fi. И режим блокировки удаленного управления. Можно блокировать все, только облако, только локальную сеть или разрешить все. Для удаленного управления используется приложение Тернео. Оно есть как в Google Home, так и в Apple Store. В ходе прошлого тестирования, я зарегистрировался при помощи одного из своих Google аккаунтов. Нажимаем на плюс, выбираем добавить устройство. Приложение находит его активную точку доступа. Указываем параметры своей домашней сети, поддерживается только 2,4 ГГц. Подтверждаем запрос на доступ к местоположению, это пригодится для работы GeoZone. И ждем пока устройство добавляется в систему. При желании меняем ему название. В первом окне приложения отображаются группы и термостаты. У меня пока одна группа и один термостат. Отсюда можно увидеть и текущую, и задать целевую температуру, а также выбрать режим работы термостата. Нажимаем на термостат и попадаем в его плагин. На главной странице отображается ряд графиков, температура, потребление, стоимость затраченной электроэнергии. Свайпом открывается меню управления термостатом. Тут все интуитивно понятно. Показывается целевая и текущая температура. Есть ползунок для ее регулировки. В центре находится кнопка переключения режимов. Режимов работы 4. Ручной, отключено расписание и отъезд. В отключенном режиме нагрузка всегда выключена. Можно настроить расписание, когда температура будет зависеть от времени дня недели. Например, для будних дней включать только утром и вечером, а в выходные на протяжении всего дня. Время этих периодов, их количество, температуру, все можно тонко регулировать вручную, создав полностью автоматический режим климат-контроля. Режим отъезд нужен для поддержания постоянной заданной температуры. Он активируется на шаблонный или выбранный вручную период. Пригодится для того, чтобы не дать помещению промерзнуть. В дополнительных настройках есть еще много различных опций. Мощность подключенной нагрузки, яркость кнопок, интервал гистерезиса и корректировка показания датчика температуры. Время аварийной работы по таймеру работает при отсутствии данных от датчика температуры. Он регулирует, сколько времени будет работать нагрузка каждые полчаса. Еще стоит упомянуть режим предварительного прогрева. Термостат в течение некоторого времени собирает данные о скорости нагрева воздуха и в дальнейшем использует их, чтобы прогреть помещение к заданному времени. Если дать приложению доступ к местоположению, то в режиме геозонирования система сможет автоматически выключать или переводить термостат в режим отъезд, когда все, у кого установлено это приложение и есть доступ к термостату, будут находиться не дома. В главном меню есть возможность выбора различных тарифов. Объединив термостаты в группы в зависимости от их нахождения, можно выбрать для них одну из зон тарификации. В каждой зоне тарификации есть настройка стоимости электроэнергии, в том числе в зависимости от временного периода. Облако Тернео совместимо с Google Home. Нужно разово, через меню добавления устройств совместимых с сервисами, дать доступ к своему аккаунту в облаке, после чего все устройства из него будут попадать в Google Home. В доме появляется новая локация по названию группы, в которой находится термостат. Переносим его в соответствующую комнату. Тут есть возможность узнать текущую, установить целевую температуру. Есть меню режима. Все режимы переключаются и работают. Стоит упомянуть, что как и в случае с термостатом для теплых полов из прошлого обзора, обновление данных от термостата происходит раз в минуту. Доступ к управлению есть и через браузер. Для этого логинимся со своими учетными данными в личном кабинете, ссылку я оставил в описании. Отсюда можно управлять целевой температурой и режимами работы термостата. Есть все те же самые графики, просто в таком отображении с ними удобнее работать, чем с экрана смартфона. Режим настроек, где можно поменять имя и даже цвет отображения, что может быть удобно при использовании нескольких термостатов. В принципе, все то же самое, что и в приложении, так что подробно по всем пунктам второй раз рассказывать не буду. У термостата есть и собственный веб-интерфейс, на который можно зайти, узнав его адрес в карте сети роутера. Тут немного настроек, но они важны. А именно, тут можно настроить режим получения IP адреса и настроить подключение к MQTT брокеру, что пригодится для управления через альтернативные системы. По умолчанию тут включен DHCP режим, то есть термостат получает данные от роутера, но можно ввести статический IP адрес вручную. В прошлом обзоре я рассказывал про отдельную интеграцию для термостатов Тернео, которая добавляется через Хакс. Правда у меня там возникла проблема с установкой температуры, которую я решил через MQTT. Потом выяснилось, что нужно было разрешить из меню термостата управление по локальной сети. В этом термостате, даже при полностью отключенной блокировке, эта интеграция не работала вообще, даже не показывала текущую температуру. Поэтому тут я полностью перешел на MQTT. Для этого нужно в термостате, через страницу локального доступа, зайти в меню MQTT, включить его, указать адресы и учетные данные для подключения к брокеру, а также топики, куда термостат будет публиковать и проверять данные. Если все сделано правильно, то в брокере будет создан вот такой топик, в котором будет 4 параметра. Первый температура защиты, не уверен что он рабочий, а вот три остальных это температура воздуха, целевая температура и состояние нагрузки. Один включено, ноль выключено. Я создал виртуальный термостат в интеграции MQTT, то есть тут используется обновленный формат, который пришел на смену использования платформ. Текстовый вариант паккаджа вы найдете по ссылке в описании. После того как в интеграции объявлен тип объекта климат, его название и доступные режимы, я оставил только нагрев, нужно указать из какого топика читать данные о текущей температуре. Этот параметр нужен для установки целевой температуры, он смотрит в топик setTemp. И в него же смотрит параметр, который считывает целевую температуру, это обратная связь, нужно для синхронизации данных, если она была изменена через приложение или вручную. А вот для топика нагрузки, я не придумал ничего лучше, как создать бинарный сенсор в этой же интеграции. Он будет включаться, если в топике будет значение 1 и выключаться если 0. Если у вас есть идеи получше, пишите в комментариях. Для того чтобы связать фактический статус нагрузки с этим термостатом, я сделал отдельную автоматизацию. Триггером ее служит состояние созданного бинарного сенсора, который подписан на топик нагрузки термостата. Если он переходит в статус включено, то есть релес замкнута, то и термостат переходит в состояние нагрева. И также синхронизировано выключение термостата с изменением статуса бинарного сенсора. Хотя при изменении целевой температуры она сразу же передается в термостат, и если она выше текущей включает его, то обратная связь от него раз в минуту. Поэтому обновление происходит с задержкой. Обновление. Включается бинарный сенсор и термостат получает статус нагрев. Обратная связь. Я меняю данные на термостате, нагрузка выключается. Но в MQTT изменения придут с началом новой минуты. Но в целом на возможность управлять термостатом из Home Assistant это не влияет. Подведем итог. Заявленным параметром устройство соответствует. Автономный термостат есть смысл применять в тех случаях, когда нет необходимости в сложных режимах работы. Просто постоянно поддерживать заданную температуру, без необходимости доступа в интернет и наличию Wi-Fi. Модель RZX для других случаев, для работы по расписанию, либо через родное приложение или Google Home. Без особых проблем устройство добавляется в Home Assistant, причем на уровне штатного MQTT. Нужды в специальной интеграции нет. Монтаж очень простой и быстрый. Термостат и просто включаются между розеткой и нагрузкой. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете поддержать развитие канала, став его спонсором, либо оформить подписку на сервисе Patreon, или сделав небольшой донат на BuyMeCoffee. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео размещены ссылки на текстовый файл с кодом пакаджа, производителя и официальный магазин, где можно приобрести термостаты. На другие мои видео по данной теме, на сервисе для материальной поддержки и мой телеграм-канал. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok